Парни, всем привет! Значит, сегодня вот она у нас Mazda 6 2017 модельного года Обновленная, максимальная версия В комплектации Executive Ну, первые пацаны, все, первые На YouTube самый первый русский обзор данной модели Значит, представлена была модель В 2016 году, в начале августа Буквально месяц назад Она появилась в свободной продаже Сейчас, конечно, на нее бывают очереди Но, тем не менее, позвонил специально по всем салонам Машины есть Стоит данный автомобиль 1 миллион 840 тысяч рублей Цена может вырасти до 1 миллиона 940 тысяч рублей Это если взять дополнительный, там, четвертый пакет Всем тем, кто зашел на канал впервые Сам лично являюсь владельцем Mazda 6 2015 года выпуска Поэтому приходите на канал, смотрите Там очень много видеороликов про автомобиль Подписывайтесь Вы сейчас посмотрите на машину, зададите Просто логичный вопрос, а что же в ней нового? Потому что внешне машина, по большому счету, никак не изменилась Только если ты подойдешь, присмотришь и увидишь Вот, самое главное отличие Просто, пацаны, самое главное отличие Поворотник стал, вот такой продольный, видите? Раньше он был просто здесь сбоку, а теперь он с такого плана стал Это история примерно как с телефонами Вот есть iPhone 6, есть iPhone 6s Внешне телефоны одинаковые, но вся изюминка произошла внутри Начинка, то же самое здесь Обо всем этом по порядку сейчас мы проговорим Значит, первым, что основным появилось в автомобиле Это система G-Vectoring Control Значит, система управляет крутящим моментом Когда ты нажимаешь на газ, на большой скорости или на маленькой Она сама может скидывать крутящий момент Это очень удобно для тех, кто любит быстро погонять Ты эту систему, работу эту систему по большому счету вообще не почувствуешь сам В городе так же Ты, например, когда выезжаешь из какой-нибудь парковки Вот сейчас, ты посмотри, просто что вокруг происходит, да? Снег лежит, слякотная погода, в пыльную погоду Когда нажимаешь, бывает, знаешь, колеса пробуксовывают и машина уходит в боком Либо, когда ты на большой скорости едешь, знаешь, можно, если перегазовать, тоже уйти в занос Соответственно, вот здесь эта система работает Многие отмечают, что работу ее, в принципе, не ощущается Но по многим тестам, которые проводила сама компания Mazda Они показывают, что даже человек, когда заходит с этой системой в поворот Он в кресле остается сидеть То есть, его особо не шатает Но это, опять же, это вот эти рекламные ролики Что будет в жизни, будем смотреть Потому что машина новая, вот, например, данный автомобиль Это 1 тысяча 100 километров пробега То есть, надо посмотреть, чтобы владельцы поездили, покатались Прошла зима, и тогда будет сформирован отзыв Но, Mazda всегда славилась своей управляемостью И, на самом деле, я считаю, большим плюсом, если эта система реально толковая Потому что, по описаниям, она должна работать просто безупречно Она тебя не напрягает, она есть И ставится эта система абсолютно на все автомобили То есть, не так, что вот в топовой комплектации То есть, все машины, которые сейчас идут, они оснащаются этой системой уже штатно по умолчанию Вторым новшеством Многие из нас жаловались на шумоизоляцию автомобилей Я лично сам, как владелец, неоднократно говорил о том Пацаны, сотку разгоняешься, все, сразу вот шум идет И вот постоянно откуда-то отсюда сквозит Просто ветрище стоит, прям свист стоит Все, это сделали, сейчас мы вам покажем Здесь стоят двойные стекла Оператор, покажи просто, что такое двойные стекла Многие спрашивают, что значит двойные стекла Пацаны, в прямом смысле, так и есть Просто два стекла, за счет этого становится оно плотнее И поэтому шума появляется меньше Но стоят они только у водителя и у пассажира То есть, задние стекла остались без изменений И так же, вот эти резинки, уплотители, они стали плотнее То есть, они стали лучше Соответственно, закрывая дверь, шума в машину поступает меньше Вот ты скажешь, ну и что, поставили двойные стекла, все, что ли, шумку доработали? Нет, а многие ведь жаловались на шумоизоляцию И вот, пожалуйста, парни, нас услышали Машина доработана шумоизоляцией полностью То есть, пол зашумлен, двери передние, задние зашумлены Потолок зашумлен Более того, ты просто представь Лобовое стекло стало плотнее Соответственно, шума в машине, по идее, по вот этим описаниям Будет гораздо меньше Это мы проверим, конечно Дверь стала закрываться значительно лучше Вот раньше, помните, она тяжелее? Ну реально тяжелее Что переднее, что заднее Я специально уже ходил, сейчас их открывал, закрывал Если раньше, помните, рассказывал о том, что бывает, стоишь Вот ветерок есть, дверь толкнешь, а она прям какая-то такая, вот, как кисель Теперь вот солидно Посолиднее становится Единственное, что из шумоизоляции не коснулось, это багажник И не коснулось там подкапотное пространство Но, в принципе, к нему претензий никогда и не было У меня один только вопрос возникает Раз уж пошла такая песня, как говорится Раз уж пошла такая гулянка Почему не сделали шумку арок? Вот на самом деле, вот это нужно было доработать Как вот говорится, знаешь, сэкономили на спичках Шумку арок сделать не так-то уж и дорого Особенно для производителя Я думаю, это был бы огромный плюс Но в любом случае, придется вам самим уже, наверное, это доделывать За доработанную шумоизоляцию огромный плюс Однозначно плюс То есть перед конкурентами машина это, конечно, сейчас будет немного приподнимать Единственное, что жалко, что данная шумоизоляция доработана только на самой топовой версии Было бы классно, если бы она также была доработана на абсолютно всех автомобилях, которые уже идут с базовой комплектацией Что касаемо кузова, без изменений осталось работать с лакокрасочным покрытием Все как было, все осталось на прежнем месте Появились изменения, значит, внутри самого автомобиля, в интерьере Приглашаю вас присесть в автомобиле Сейчас я вам все это наглядно покажу Вот мы находимся в автомобиле Давайте сейчас просто пойдем слева направо Я вам буду прямо показывать все, что изменилось здесь Потому что здесь есть изменения и по мелочи, о которых даже в компании сама не говорила Ни в каких официальных пресс-релизах Ну, смотрите, например Вот покажи им просто кнопочку Например, в 2015 году зеркала складывались вот с помощью вот этой крутилки Сейчас же появилась кнопка Я на самом деле даже рад тому, что кнопка появилась вот эта Потому что мне кажется, это удобнее Второе и самое заметное, это, конечно, руль Руль стоит от CX-9 Многим людям он понравился Многие уже спрашивали код руля Хотят себе такой же руль поставить Действительно симпатичный, интересный По функциональности он никак не изменился То есть все какие кнопки были, все то же самое осталось Но все равно руль, конечно, симпатичный Далее Давайте я вам покажу На приборной панели у нас появился дисплей 4,6 дюйма цветной Также проекционный дисплей у нас тоже теперь цветной Ну, как цветной, просто там несколько добавлено цвета Соответственно, если поставить на машину навигацию При поворотах там стрелки будут, например, разного цвета Ну, различного цвета У нас появилась кнопочка подогрева руля Соответственно, раньше здесь находился парктроник Теперь парктроник переехал вот сюда То есть здесь у нас также находится управление шторкой задней Отключение курсовой устойчивости системы Айстоп Датчик давления в шинах Соответственно, вот, пожалуйста, парктроники стоят Здесь две заглушки в топовых версиях Вот именно с четвертым пакетом есть дополнительные вспомогательные системы Перечислять их не буду, так как они все там замудренные, заумные Нужны они вам или нет, это вы решите самостоятельно Но отмечу, что подогрев руля также появился теперь не только в топовой комплектации Начиная с средних комплектаций, он уже идет штатно То есть его не нужно заказывать как дополнительную опцию Вам уже, например, с комплектацией Supreme его предложат Важным новшеством появилась кожа NAPA Вот в нашем случае отделка подлежит только сиденье, переднее и заднее Соответственно, вот эти ставки, это не NAPA кожа Вот эти, например Это как был искусственный материал, так он и остался Что будет с этой кожей? Опять же, пока же только время Вообще хвалят, говорят NAPA, NAPA хорошего качества кожи Но посмотрим, будем смотреть, наблюдать Пока что особых морщин нет Есть, конечно, некие трещинки на сиденьях Сейчас мы выйдем на улицу, вам покажем это Но тем не менее, очень важно, что доступна кожа в цветах коричневом На мой взгляд, это отличное решение для автомобиля Мне, например, это очень нравится Посмотрите обязательно эту комплектацию с коричневой кожей Обратите внимание, крыша у нас стала, пацаны, черная Вот кто любит черную крышу, ну вот, смотри Черный салон, черная крыша, да По идее, уютно, но это может даже как-то гармонично Или это правильно, там, с точки зрения какого-нибудь фэншуя Отмечу также, что появились, смотрите, изначально уже идут белые фонарики Все Вот говорил как-то, в начале, я же говорил тогда, говорю Ну почему их сразу нельзя ставить? А тут раз, и поставили В вечернее время владельцы встречают то, что действительно очень ярко светит То есть в салоне сразу все видно Вот я говорил, услышали, правильно? Это хорошо Вот, музыка работает действительно очень хорошо Система BOSS сама по себе достойная система Так в итоге еще автомобиль с доработанной шумкой Звучание действительно приятное По большому счету, лично могу отметить, что Качество материалов отделочных на уровне Сам езжу на машине 56 тысяч, не жалуюсь Единственная мелочь, бывает так, что со временем появляется скрип от этого дисплея Его можно проклеить, либо сзади него вставить визитку Про это мы уже говорили Предлагаю вам отправиться сейчас в тест-драйв Что касаемо шумоизоляции Вот мы сейчас катаемся, примерно 60-80 километров разгоняемся Вот, как и говорю, не сделали шумоизоляцию в арках И прямо вот ее и слышно Резина зимняя, понятно, гул легкий, характерный, присутствует Но самое главное, когда лужи проезжаем Прям вот отсюда, прям несет, вот именно прям такой звук Ну, доносится От стекол, вот здесь реально тишина То есть я уже и прикладывался, и прислушивался Заметно то, что улучшение есть В целом, гул сейчас стоит, ну, цена, зима Ну, зима, что тут поделаешь Если резина зимняя, шипованная Она всегда гул будет стоять Вот сейчас на снег, куда выше, понятное дело, будет тишина и свежак Я в первый раз вообще еду на автомобиле с двумя с половиной литрами На самом деле чувствуется разница огромная Даже когда просто спокойно на педаль нажимаешь Машина более остро реагирует Ну, то есть подтапливаешь, она сразу начинает ехать Если нажать в пол, понятное дело, она вообще поедет Машинка-то действительно 2,5 литра, ну, гораздо лучше работает в плане тягости Но, ну, вот, даже едем Подрыв есть, пацаны, отвечаю То есть многие, кто спрашивают, что брать, 2 литра или 2,5 Один ответ стандартный Если у тебя есть бабки на 2,5 литра, бери, конечно, его Экономия будет примерно, ну, на литр больше он будет есть, чем 2-х литровый двигатель На самом деле, в плане удовольствия от управления Заметно будет больше В режиме города ты выезжаешь откуда-то, лево-право, газку дал, машина сразу поехала В моем случае, чтобы машина поехала, это нужно либо в пол нажать Либо включить сразу, ну, режим спорта, чтобы она хотя бы пару передач скинула вниз В этом разница, конечно, существенная, и она ощущается Честно хочу сказать то, что работу системы этой GVC особо почувствовать не удается Потому что, ну, мы в повороты заходим Ну, и скорость, во-первых, небольшая Погода сейчас не самая лучшая, да и в условиях города разогнаться там невозможно Ну, шума на самом деле поменьше чувствуется в машине Кстати, на 17-х дисках, конечно, проезжать какие-то неровности Но в плане там лежачих полицейских мне заметно легче То есть, вот сейчас, например, проскочили до этого Там проскочили лежачие, которые, знаете, пластиковые Самый такой противный лежачий, который не по ГОСТ вот сделал На который все время подпрыгиваешь Ну, а так вот, поворот идет, да? Ну, вот я даже на тормоз не жму Зашли Ну, это небольшая скорость, понятное дело, что здесь Мне кажется, здесь на девятке На какой-нибудь чепырке можно войти в него И проблем не будет Отмечу, что система помогает, например, детям, кто сзади сито Говорят то, что меньше укачивать будет Там комфортнее, в общем, машина становится Есть она и хорошо То есть, за нее бабок особо не берут Поэтому пусть будет, пусть стоит, пусть работает А там уже дальше посмотрим То есть, отзывы люди будут писать, рассказывать То, что да, помогла там, ехал в такой ситуации Выровнула траекторию Потому что та же самая курсовая система устойчивости Курсовая система устойчивости Она же тоже особо-то, в принципе, неощущаема в работе Но когда тебя заносит То есть, опа, вот она подключается И плюс, многих людей спасало от ДТП и подобного Вот таким, значит, получился наш обзор Сказать, что это абсолютно новая машина Я так не могу Это просто доработанная предыдущая версия То есть, все нюансы, все минусы На которые чаще всего жаловались люди Они сюда поставили Сказать то, что у машины стало намного лучше шумка Тоже не могу Вот отарок, шум есть Зимняя резина тоже сейчас играет свою роль То есть, ездили по городу, катались по асфальту Но все равно шумноватость остается А все почему? А все потому, что кузов у машины сам по себе Само железо тонкое И поэтому многие люди отмечают, что шум не шум машины От толщины кузова это очень много зависит от толщины металла Он весь облегченный, он надежный, он современный, он полезный Но шум все равно пацана остается Ну есть он, прям вот стоит такой небольшой гул То есть, разгоняешь даже 80, едешь и уже появляется такая шумность Конечно, в сравнении с моей машиной Шума меньше именно в зоне дверей То есть, потише машина стала Внешне машина осталась та же самая Цена у машины в максимальной комплектации Повторяю, 1 миллион 850 тысяч рублей Опять же, сюда сразу плясуй каска Сюда сразу плясуй осаго Сюда сразу плясуй постановку на учет По-любому, там нужна будет зимняя резина или летняя купить То есть, таким образом машина будет стоить уже 2 миллиона 100 тысяч рублей Например, кто-то скажет Охренеть, тут так много денег за какую-то Мазду Ну давай просто, по-моему, от обратного Какая машина сейчас примерно такого же уровня стоит меньше, дешевле Ты сейчас скажешь какая-нибудь, вот Kia Optima, вот она дешевле там на 100-200 тысяч Понимаешь, здесь самое главное понимать, что виновата в цене не компания Мазда Это не они там зажравшиеся, что им там бабок подавай Виноват, виной всему просто наша экономическая ситуация Ты же прекрасно знаешь, что сейчас доллар один стоит 64 рубля А раньше, когда он был там 33, машина в топовой версии стоила 1 миллион 300, 1 миллион 400 2,5 литра, все, топ Сейчас, понятно, цены изменились Говорят, что где-то там на горизонте 1 баррель нефти будет стоить 80 рублей Как только это придет, обещают, что цены упадут не только на автомобили, но и на другие товары Но не будем об этом То есть выводы делать только тебе Покупать данный автомобиль или не покупать Пишите ваши комментарии Просто давайте обсуждать Достойно ли это изменение Какого-то просто внимания Или все, что здесь появилось Это все мелочи И это практически никому не нужно Пишите ваше мнение, это будет интересно почитать не только мне, но и многим владельцам И многим тем людям, кто хотят купить автомобиль Если бы вы спросили мое мнение Купил бы я этот автомобиль Или обменял бы свой автомобиль на вот эту новую обновленную версию Конечно, нет Вот так вот сейчас взять, пойти сбросить свою машину Пойти доплатить и сказать Вот класс, я прям так доволен Для меня это, конечно, мелочи То есть то, что появилось там, шумка, еще что-то Ну, не прям так, что ах, вот прям вот охота Нет такого желания Но, продавая свой автомобиль Например, просмотрительную перспективу Там через год-два Ну, какую-то дальнейшее будущее Я, естественно, бы, покупая Mazda 6 Брал бы уже, ну, старался, по крайней мере Взять бы именно максимальную комплектацию Executive и однозначно с двигателем 2.5 Также подписывайтесь на инстаграм-канал Там появляются только анонсы того, что будем снимать Ну, а на этом у меня все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok